Женщина Женщина. Какая она? И должна ли она быть какой-то? Женщина сильная или отдающая? Счастливая или удобная? Возможно ли здесь разделять и как современные женщины удерживают свои личные границы? С мечом в руке или с потоками живительной женской энергии? По каким законам Вселенной она функционирует и как сделать так, чтобы наша женская природа в современном мире не утратила свои истоки? Женщина это не кукла. Именно под таким названием в Витебском музее частного коллекционирования представила свою новую выставку скульптур Ирина Ромбальская. Эта выставка как раз таки о том, что женщины это не куклы, абсолютно не куклы, не игрушки. Это свои полноценные члены в брутальном сильном мире, которые сегодня могут даже больше, чем многие мужчины. Ира не кукла. Это арт-интервенция. Паутина смысловых нитей между каждым экспонатом не запутает нас, а наоборот объединит в ментальном гимне женщине. Нежность и гламур в сторону. Скульптурные женщины Ромбальской холодные. Сквозь яркости налет фэшн-шика проступают болячки и неврозы измученного социума 21 века. Куда мы движемся? Почему женщина лишь объект? Не бывать женщине вешалкой? Платье это вещь. А женщина природы коронована. Она основа всего живого. Белорусская женщина сильная. Самое главное, что нужно понимать, она действительно очень сильная. Мы ведь со времен Великой Отечественной войны, когда каждый третий мужчина умирал, наши женщины растили детей сами, работали, вели хозяйство. И, наверное, вот эта кровь наших сильных бабушек в нас до сих пор играет. И да, мы очень, наверное, терпеливые. Но если нас вот совсем-совсем разозлить, то это такие белорусские тигрицы. Всего в Витебске представлено чуть более десяти работ. На каждую из них у скульптора Ирины Ромбальской уходит около месяца. Необычные техники, различные материалы. Ира никогда не устает экспериментировать. Бронза, масло, акрил, пластик. Как сама Ира называет свой стиль – иррационализм. Мол, да, все это реализм, причем социальный. Но до конца непостижимый разумом. Оттого у каждой скульптуры есть текстовый помощник. Современное искусство – это искусство текста. И не надо стыдиться иногда поставить табличку, которая объясняет, что ты хотел сказать, а уже умный человек додумает все остальное. Ирина Ромбальская как главный прототип своих кукол. Всю жизнь она бросает вызов в пространство социума. Свой красный диплом юриста она с легкостью заменила тележурналистикой. Известная телеведущая уже около 20 лет трудится на Ниве Медиа в разных амплуаше. Ага из кадров – серьезные редакторские дела. Успех в профессии она прилежно сочетает с материнскими обязанностями. Спаси себя и хватит с тебя. И тогда весь мир будет нормальным. Потому что если каждый на своем месте будет нести что-то доброе и не нести хотя бы зла, то на самом деле это будет идеальный мир. Кажется, что самосовершенствование – главное слово в жизни Ирины. Больше 10 лет назад она снова удивила публику и начала создавать кукол, да не простых, а уже с особенным ромбальским стилем. Многолетний труд. И здесь успех настигает именитую перфекционистку. Победительница международных конкурсов красоты вмиг показывает обществу, что к Барби она не имеет никакого отношения. Уже в 2018 году ее работы входят в десятку лучших на престижном конкурсе «Арт-резиденция в Лондоне». Член Белорусского союза дизайнеров и Евразийского союза художников. Но сначала Ирина, как и мы с вами, женщина – женщина, которая смогла полюбить и оценить сама себя. Женщина с одним лицом, но с разными гранями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова